МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты в студии Родион Архипов. Смотрите сегодня в выпуске. Чем живет столица Чувашия? Глава Республики провел информдень в Чебоксарах. Затяжка ценой в полмиллиона. Как будет действовать антитабачный закон? Да будет свет! Улицу Полевую в поселке Алтышево электрифицировали спустя три года. Сегодня в Чувашии единый информационный день. В его рамках представители власти встречаются с жителями Республики, задают вопросы друг другу, бывают на предприятиях и организациях. Глава Чувашия Михаил Игнатьев провел информдень в Чебоксарах. Первый пункт остановки – Чебоксарская детская художественная школа искусств. А за творчество здесь постигают более 500 детей. Среди них ребята с ограниченными возможностями. Учатся они дистанционно, на расстоянии. Мы сделаем с тобой шляпку, как в прошлый раз делали. Аккуратненько, не спеши. Через компьютер установлена специальная программа, где дети могут и групповое занятие проводить. Я провожу с ними предмет историй, знакомлю с изобразительным искусством. И индивидуально. Плоды своих трудов и кабинетов, в которых рождается искусство, демонстрирует гостям. Школа по-своему уникальна. Здесь своя анимационная студия, в которой делают мультфильмы. Собственный этнографический музей. В нем создан интерьер Чувашской избы, собрана утварь, бывшая в обиходе Чуваши, а рядом поделки воспитанников школы. Словом, есть что показать всей республике. С учетом того, что 2014 год является годом культуры, надо здесь вообще по плану мероприятий, проведения культуры, на экскурсии приводим. Национальный музей есть, но здесь по-другому, реальные практики сделаны. Выпуск кровельных и стеновых материалов – тоже своего рода искусство. На предприятии «Степп» делегацию знакомят с производством. В компании выпускают продукцию для промышленного, гражданского и индивидуального строительства. Тут ищут новые решения, которые всегда вызывают повышенный интерес. Это наше новое направление. Это так называемый теплый металл. Неподельный интерес в преддверии зимы к дорожным организациям. К акте подготовлены к сезону. Техника и специалисты «Доракс» это зимой вновь будут на улицах столицы. Дорожники рапортуют, что все идет по плану. Вместе с тем, пользуясь случаем, предлагают обновить автопарк. Много все-таки старых. Ломаются они, да, действительно ломаются. И хотелось бы побольше новых. В этом году мы из бюджета даем поддержку. Две единицы, да? Две единицы, да. Сейчас смотрим, что будет возможно на следующий год, потому что предприятию уже самому тяжело. Во-первых, он по кредитам рассчитался практически, которые были, там, больше 15 миллионов рублей. Лизингов много взял. Но будем смотреть при проектировании бюджета. На встрече с главами люди говорят о насущном. Поддержки многодетных семей, росте зарплат, конкретных проблемах. Эти темы потом перерастают в поручения, которые отрабатываются уже во властных кабинетах. Ольга Григорьева, Оксана Александрова, Николай Яковлев, Республика. 11 декабря исполнится 20 лет принятия Конституции России. Между тем, в учреждениях культуры и образования мероприятия уже стартовали. На национальном телевидении, в частности, будет подготовлен к эфиру специальный выпуск детской программы, посвященной годовщине принятия основного закона. Что еще планируется в рамках подготовки, к 12 декабря обсуждали на заседании Оргкомитета, которое провел руководитель администрации и главы республики Александр Иванов. Укрепление авторитета основного российского закона должно стать постоянным процессом, вне зависимости от юбилейных дат и мероприятий. Надо отметить, что интерес Конституции довольно устойчив, причем не только среди профессионалов, но и представителей общественности. 20-летие ее принятия стало хорошим поводом еще раз обратиться к основному закону, преимущественно для того, чтобы еще раз напомнить гражданам об их правах. Согласно плану мероприятий, Минкультуру Чуваши совместно с Национальной библиотекой выпущен кабак-диск, на котором представлен в электронном виде закон Российской Федерации основные разделы Конституции, государственные символы и вспомогательные материалы, которые полезны школьникам. Отдельный раздел посвящен основному закону Чувашской Республики. Выставка к 20-летию Конституции Российской Федерации в Национальной библиотеке открылась 21 августа. За это время ее посетили более 800 человек. На фоне выставки были проведены более 30 мероприятий. В основном в них, конечно, приняли участие школьники разного возраста. Кроме мероприятий, проводимых на фоне выставки, сотрудники Национальной библиотеки подготовили виртуальную выставку, которые выставлены на сайте Национальной библиотеки НБЧР.ру. А также готовится к выпуску мультимедийный диск к этой знаменательной дате. Торжественное собрание, посвященное праздничной дате, состоится в Чувашском государственном театре оперы и балета 11 декабря. И до этой даты еще можно многое успеть. Алена Жукова, Андрей Спиридонов, Республика. Началась работа над ежегодным посланием главы Чувашии Михаила Игнатьева к Государственному совету. Авторы документа будут учитывать мнения жителей республики, представителей общественных организаций и других институтов гражданского общества. Что в первую очередь необходимо предпринять для повышения качества жизни населения? Каким темам глава Чувашии должен уделить особое внимание? Предложения к посланию главы Чувашии Госсовета Республики принимаются по адресу город Чебоксары, президентский бульвар, дом 10. На электронный адрес пресс0собакакап.ру с пометкой для подготовки послания. От 500 до 1500 рублей за одну единственную сигарету, выкоренную в неположенном месте. Теперь эта вредная привычка бьет не только по здоровью, но и по кошельку. 15 ноября в полную силу вступил так называемый антитабачный закон. О том, как он будет работать в нашем регионе, журналистам рассказали на пресс-конференции в Министерстве информационной политики. Госучреждения, детские площадки, больницы, школы, университеты, учреждения культуры и спорта, лифты и даже подъезды. Отныне курение там под строгим запретом. Дымить можно только в специально отведенных местах. Мы тоже оборудуем помещение. Вот оборудована уличная беседка. И каждый желающий, как раз, в Миколаевском, хочет, может, не курить. Не хочет, не курит. У нас очень многие сейчас, в принципе, стимулирующие антитабачи, тоже зависят и от курения. То есть курить, что у нас сразу выходит в день в тренем курить. Даже собрать 10 минут, это 160 минут в день, он тратит на сигареты. Штрафовать за курение в неположенных местах поручено не только полицейским, но и санитарным врачам, транспортным, жилищным и пожарным инспекторам. Особо строго наказывать будут в тех случаях, когда затрагиваются интересы детей. Раскошелиться придется и тем, кто нарушит закон в сфере продажи табачных изделий. Для физических лиц это штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Для юридических от 100 до 150 тысяч. Специалисты уверены, толк от таких мер будет. Только жаль, что отбросить в сторону сигарету россиян заставит заботу о кошельке, а не о собственном здоровье. Ольга Пырочкина, Оксана Александрова, Расиль Мухаммедов, Республика. Чего только не бывает. Поселок Алтышево попал в программу электрификации «Чувашия», но без одной улицы. В своем доме на Полевой Виктор Долгов остался один. Его семья переехала в более цивилизованные условия. Соседи тоже решили сменить место жительства. А спустя почти три года электричество Алтышево все-таки провели. О надеждах в светлую жизнь в нашем сюжете. Виктор Ильич говорит, что теперь животных у него будет больше. Кроме кур, хочет завести и коров. Вообще, хозяин надеется, что и жизнь его изменится. Дом-то построен таким образом, чтобы вверху вроде жилье помещено, а здесь для рабочих столовое, туда-сюда же лишнее будет. Что-то усовершенствоваться дальше. Виктор Ильич так и не понял, почему улица Полевая выпала из программы электрификации. Этого ему не объяснили ни в сельской администрации, ни в районной. Зато после обращения в общественную приемную Дмитрия Медведева необходимость в объяснениях отпала. Сразу стали звонить, узнавать подробности, а спустя два месяца свет появился. У вас радио работает, телевизор работает? Телевизор работает. Рад. И даже не могу раз говорить по-хорошему. Городный, все-таки, кажется. Ну, спасибо. Домов за раз, во-первых, этот Иван, остается как-то моим внуком, туда-сюда. Я говорю, что-нибудь делать, мастерскую какую-нибудь. У меня была мастерская небольшая, хотя бы сейчас упадок пошел, надо было бы обновлять. Три года Виктор Долгов жил на этой улице один. Соседи разъехались. Самое трудное, рассказывает Виктор Ильич, было зимой, когда поздно светает и рано темнеет. Три года хоть как-то освещал жизнь алтышевца небольшой дизель-генератор. Но на него и топлива не напасешься, и работать много не сможешь. С появлением электричества Виктор Ильич стал ремонтировать старый забор. А в администрации поселка говорят, что жизнь на этой улице скоро забурлит. Здесь собираются строить дома, чтобы переселить жителей из ветхого фонда. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. Здоровые граждане, здоровые города. Это не пафосный лозунг, а реально действующий проект Союза Российских Городов. Принцип работы такой пришел, увидел, перенял. Сегодня в столицу Чувашии приехала представитель этого проекта Виктория Шейгас. Что хорошего можно перенять у нашего города, смотрите прямо сейчас. Сегодня на тихом часу за детьми наблюдает не только воспитатель, а целая делегация. Это не просто детский сад, а положительный пример того, как частник помогает городу решить острую для всей России проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях. Кроме того, благодаря этому заведению на работу могут выйти даже те родители, чьих детей не берут в муниципальные детские сады по возрасту. Сюда ребенка можно водить уже с полутора лет. Полноценный функционирующий садик не хуже, чем муниципальный, а я считаю, даже лучше, потому что малокомплектность групп. Вы знаете, сегодня идет очень популярное уплотнение групп, 30 человек. У нас 15 – это край. У нас в течение дня два воспитателя работают с детьми с 15, плюс на 15 детей еще помощник воспитателя. И кроме этого, как я говорил, плюс дополнительно спортивный руководитель, музыкальный руководитель, логопед-психолог, занятия, подготовка к школе и иностранной языке. Что ж, частник помогает городу, ну а город в свою очередь частнику. Это называется частное и государственное партнерство. Чтобы руководители этого детского сада смогли обеспечить такие условия и максимально снизить цену, сейчас это 7,5 тысяч рублей в месяц. Муниципалитет, к примеру, сделал льготу на аренду помещения. Город, предоставляя льготу по аренде, предоставляя возможность пользоваться вот этой территорией, в общем-то уже дал огромные возможности для руководителя этого детского сада, потому что они могут направить эти средства на благоустройство территории, на создание игровых площадок, на ремонт, капитальный ремонт помещения. И все, что нужно для развития ребенка, в общем-то, эти льготы тоже помогут встать на ноги данным предпринимателям. То, что касается небольших групп, вот этой вот вариативности аренды, то есть когда муниципалитет идет навстречу частнику, пытаясь как-то улучшить условия их деятельности, тем самым, опять же, помогая нашим детям, это тоже, я думаю, было бы интересно для наших городов. Кроме детских садов, чебоксары похвастались спортивными комплексами, организацией школьного питания и массовой зарядкой. Теперь дело за тем, чтобы что-нибудь хорошее подсмотреть у других. Ольга Пырочкина, Адрес Передонов, Республика. А его история началась еще в позапрошлом веке, более 170 лет назад. А сейчас это крупнейший финансовый институт страны. Речь о Сбербанке. 20 тысяч его филиалов и отделений расположены на всей территории страны. Чувашия не исключение. Накануне глава Чувашии встретился с председателем Волговятского банка, Сбербанка России Сергеем Мальцевым. Репортаж смотрите далее, а я с вами прощаюсь. До завтра. Приветствую, родной Чувашской земле. Приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Иди посажите. Вот так лично глава Чувашии с председателем Волговятского банка Сбербанка Сергеем Мальцевым встречаются регулярно. Для Республики Сбербанк не просто предприятие, а ключевой партнер. Этот статус банка подтверждают цифры. Конкуренция наступает. Тут практически другие банки. Но по всем данным, которые я посмотрел, мне в проспекте тоже представили. В принципе, 60%, не меньше 60% населения доверяет Сбербанку. Это хороший показатель. Нельзя снижать. А мы, органы власти, будем создавать одинаковые условия для развития всех банков. Иными словами, за Сбербанк люди голосуют рублем. Впрочем, банк не только качественно обслуживает население, но и активно инвестирует в экономику региона. Нет, проекты, они на сегодняшний день уже в работе. Вы знаете, что в этом году мы совместно с Сбербанком, с нашими бизнесменами, ввели эксплуатацию кирпичный завод. Новый, современный, на 60 миллионов штук. Молочный завод Ядрин Молоко. Это кредитная линия была Сбербанка. Получают кредиты в Сбербанке и строительной организации Чуваша. Это сотни миллионов и даже миллиарды рублей. Но рассчитывать на помощь могут не только крупные компании. За 9 месяцев этого года мы инвестировали в бизнес наших партнеров, пропередовали на 15 миллиардов рублей. Это практически более тысячи предпринимателей получили поддержку банка. Наши клиенты, конечно, самые лучшие для нас клиенты. И я считаю, что мы смогли создать новые рабочие места. Наверное, это самое главное. И самое интересное не только в крупном бизнесе. Это и малое предпринимательство, это и стартапы, предприятия, созданные с нуля. Это и бизнес в области, допустим, сельского хозяйства, личные подсобные хозяйства. Темпы сотрудничества планируется только наращивать. Сергей Мальцев отметил, планов и интересных проектов впереди очень много. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...